За две недели до старта сибирского международного марафона организаторы встретились с журналистами в пресс-центре МКР Медиа и поделились подробностями главного бегового события. Министр спорта Дмитрий Крикорьянц отметил, что Омский марафон формирует имидж региона и сравнил его с Мундиалем. Какую выгоду получает регион от проведения марафона? Наверное, здесь выгода меньше экономическая, больше социальная, и мы все это прекрасно понимаем, и как ярко этому доказательство, это недавно проведенный в нашей стране чемпионат мира по футболу, который многим скептикам доказал о том, что крупные спортивные события формируют, причем очень так качественно формируют имидж страны в случае чемпионата мира. Также и наш сибирский международный марафон, который уже практически 30-летнюю историю насчитывает, он формирует имидж прежде всего. И это и есть вот тот социальный капитал, который он несет нашему региону. Сибирский международный марафон ставят в один ряд с крупнейшими российскими забегами. Держать марку ему позволяет серьезное бюджетное и спонсорское финансирование. В этом году только региональные власти выделили рекордную сумму 5,7 миллионов рублей. Деньги направили на оборудование трассы, старта, финиша, проведение традиционной выставки «Спорт молодой здоровья» и, конечно же, на призовой фонд, который и является показателем статусности спортивного события. В этом году составляет 1 миллион 500 тысяч рублей. Достаточно серьезный призовой фонд, хотя в стране появилось уже много марафонов, которые также профессиональные составляющие рассматривали серьезные, которые привлекают спортсменов российской электробитической элиты. Тем не менее, наш призовой фонд сопоставим по уровню с ведущими марафонами России. Это Санкт-Петербург, это Екатеринбург, это еще ряд городов. Уже сейчас можно сказать, что нынешний марафон войдет в историю. Впервые получить суперприз автомобиль сможет любой участник забега, как профессиональный спортсмен, так и любитель. Достаточно заявиться, выйти на старт, пробежать и финишировать. Причем, как отмечает Константин Подбельский, чем длиннее дистанция, тем больше шансов получить новенькую «Лада Веста». Марина Ковалева, титулованная омская спортсменка, дважды чемпионка сибирского международного марафона, двукратная чемпионка и обладательница Кубка России, рассказала о своей подготовке. На настоящий момент я в хорошей физической форме, учитывая двухмесячную подготовку в Киргизии. На выходных прошедших полумарафон сбегала, проверила свои силы. На одной волне – таков слоган 29-го сибирского международного марафона. В этом году он станет музыкальным благодаря совместному проекту с «Радио Сибирь». Впервые на протяжении всей трассы атлетов будут сопровождать точки эмоциональной поддержки. В ближайшей непосредственной видимости от Соборной площади – это в районе остановки у библиотеки Пушкина. Далее на Старозагородной роще будет точка музыкальная также в районе телецентра и еще ряд подобных точек. Там будут играть диджей из проекта «Сибирь танцует», который выходит в эфир на «Радио Сибирь». Но это будет таким дополнительным движком и возможностью достичь каких-то еще более высоких результатов. Организаторы напомнили, что принять участие в марафоне можно, подав заявку на сайте runsim.ru или на выставке «Спорт, молодость, здоровье», которая пройдет 2 и 3 августа в Омском велоцентре. Продолжение следует...